Заработная плата, экспорт услуг, новое жилье, доходы и расходы – основные тезисы заседания горисполкома. Здесь подвели итоги социально-экономического развития города за год, а он был, хоть и непростым, но, несомненно, удачным для Бобруйска. Несмотря на санкционное давление, промышленный сектор сработал на отлично. Рост объемов производства – более 30%. В городе обеспечено поступательное развитие отраслей экономики. Выполнены два из трех ключевых показателей. Зарплата возросла до 1283 рублей, в том числе за декабрь – 1476 рублей. Совокупное поступление доходов увеличено почти на 15%. Промышленность Бобруйска обеспечила 24% объемов Могилевской области, годом ранее – 21%. Продукции произведено на 2,8 миллиарда рублей. В числе лидеров – ТАИМ, Бобруйск-Сельмаш, завод растительных масел, Бобруйск-Трикотаж и типография имени Непогодина. Хорошо сработали также ТДИА, Белшина, Бобруйска-Громаш, Красный Пищевик, Славянка и Пинск-Древбобруйск. Почти в два раза уменьшилось количество убыточных организаций. На 90% сократились складские запасы. По удельному весу экспортной продукции в объеме произведенной наш город традиционно занимает одно из ведущих мест. Свыше 50% продукции идет на экспорт. И по итогам января-ноября могу отметить, что сохранился тот рост экспорта, который был еще и в 2021 году. А по итогам 2021 года темп составлял 127%. В 2022-м динамика сохранилась. Плюс город прирос по экспорту на 14%. Положительная сальдо внешней торговли – 162 миллиона долларов. Это максимальный показатель за последние 9 лет. Качество Бобруйской продукции оценили в 56 странах мира. Основным торговым партнером по-прежнему остается Россия. Туда поставляется 80% товаров. На втором месте – Казахстан. Тройку замыкает Израиль. Финансовые результаты работы реального сектора экономики в этом году также сохранили положительную динамику. Это, конечно, и выручка от реализации продукции, и прибыль от реализации возросла в 2,6 раза. И рентабельность продаж, мне кажется, достигла исторического максимума 8,3% при 4% годом ранее. Абсолютное большинство предприятий сумели оперативно перестроить свою работу в условиях санкционного давления. Более того, наладили выпуск 26 импортозамещающих товаров. Каждая третья организация города выпустила инновационную продукцию. В общем объеме ее удельный вес – 15,5%. Для сравнения по области – показатель 13,3%. Обозначен бюджет Бобруйска и на будущий год. Он по-прежнему сохранит социальную направленность. На финансирование сферы образования и здравоохранения будет затрачено более 80%. Татьяна Горбыч, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.